Но чудо сегодня не случилось. Нам, как в стране защиты Ласочкина, отказали во всех ходатайствах, только лишь удовлетворили ходатайство в части вызова ряда свидетелей, которые, как мы считаем, были необходимы. Но следователь их посчитал нужным не включать в список лиц, подлежащих вызову в суд. Меры пресечения в виде заключения под стражу и прекращения дела в части растраты остальны без удовлетворения. То есть в этой части нам отказали. Мы планируем обжаловать содержание под стражей дальнейшее. Но в части прекращения, конечно, суд высказался в таком плане, что в данный момент решение вопроса по этому поводу преждевременно. Без исследования всех доказательств и допроса всех свидетелей. Понятно, что Вы, скорее всего, не согласны с решением суда, но ожидали ли Вы какого-то другого решения на предварительных служениях? Конечно, мы ожидали. Но, опять же, как мы и вчера говорили о том, что статистика в этой части не в нашу пользу, а именно в части изменения мероприятия и в части прекращения дела на предварительных службах. Вы сказали, обжаловать будете заключение под стражу. Это как в каком порядке будет происходить? Обычный порядок, путем подачи к апелляционной жалобе. И в какой это период может произойти? Ну, у нас обжалование в течение трех суток с момента решения. То есть с сегодняшнего дня в течение трех суток. Находиться, Юрий Васильевич, будет до сих пор в любви в СИДУ? Ну, это уже не от нас зависит. Мы полагаем, и было бы так удобнее, наверное, для, в том числе и до системы, будет находиться здесь. Что ж, по-моему, с чем вы не надо, как вы можете? На шесть месяцев до 10 октября. Да, до 10 октября. А рассмотрение дела в суде? Расскажите, кому вы будете дальше? В обычном порядке будет назначаться судью и последующее заседание, и допрашиваться свидетелей, вызываться, кто пришел, тот будет допрошен. В обычном порядке. А когда первый заседание? 5 мая. Планируете еще раз проживать те же самые сказательства уже? Конечно, конечно. Да, и суд нам в том числе об этом напомнил, что этим правом мы обладаем в течение всего периода судебного следствия. Скажите, а в течение трех суток это вы только подадите, или это уже будет рассмотрено? Нет, мы обязаны в течение трех суток подать. Рассмотрят, как примут областной суд Иерославской области, как жаловат. Ну, мы не можем так судить, но надеемся, что как можно быстрее. Вдруг что-нибудь случится. Ну, 10 дней, месяц как? Ну, думаю, не больше месяца, как-то это не уточнило. Продолжение следует...